Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Мы начнем этот сюжет с очень показательного, как нам кажется, эфира первого канала, где останкинские додики ой, как негодовали, мол, злые фашисты мешают им красивым доносить правду до граждан Украины. Умение отключить альтернативные источники информации. Это же всё в комплексе, естественно, конечно. Просто многие говорят, что мы идеологически проиграли, не смогли на их аудиторию работать. Но как можно работать на их аудиторию, когда тебе отрезали руки, ноги, голову, и у тебя нет возможности что-либо им физически донести? Мол, если бы показывали в Украине российские каналы, то все бы чмонь цветами встречали, а позже звали домой Борщик с пампушками есть. Восемь лет, восемь лет, люди не смотрели ни одного, условно говоря, канала, который может показать правду. Вообще любого альтернативного источника информации не было. Вот они знают только свою информацию. Я даже не гарантирую, условно говоря, что будет у меня с головой, если я два месяца буду смотреть только украинское телевидение, и не буду искать другой альтернативной информации. Казалось бы, ничего особенного. Но лично у нас конкретно этот эфир вызвал массу эмоций. Ну ладно, там условные бабушки из отрядов Путина, которым мозг выжгли пропаганды. Эти террористы взяли свою страну, Украину, в заложники. Вот, целый воюем, и люди не понимают, кто здесь, где, на чьей стороне. Ну так нельзя. Они могли бы поверить в правдивость российского ТВ. Но вот эти же мамкины эксперты и ведущие, как никто, знают и о темниках, и о фейках, которые они ежедневно разгоняют. И поворачивается же язык после такого правдорубов из себя корчить. Но как можно работать на их аудитории, когда тебе отрезали руки, ноги, голову, и у тебя нет возможности что-либо им физически донести? При этом сразу возникает вопрос. А вот что из контента федеральных каналов, по вашему мнению, должно было склонить украинцев на сторону России? Что такого скрывают злые украинские фашисты? Может, Соловьёва, который регулярно предлагает нещадно бомбить украинские города? Да нахрен смести, чтобы близко не было Львова. Взяли бы Харьков. Ясно, что там основной центр логистики, центр обеспечения. Снести нахрен с лица земли, если надо. Николаев? Так уничтожить Николаев. Просто и ясно. Или, может, Красовского, призывавшего топить и сжигать детей? Прям топить таких надо было в Писыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Сказал, что баскали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку. А кому этого, покажется, мало можем, Мордана напомнит с очень духовными призывами пытать учителей. Почему бы вот действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг? Аккуратненький такой в степи, под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. Это же не какие-то отдельно взятые городские сумасшедшие. Совершенно все российское телевидение – это сборище либо максимально агрессивных фриков. Ну что, первый день весны, а эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и в ИСУшники, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился с своей задачей. Они пытаются нам сюда внести, да, вместе с Украиной, с нашей великой. Это автоматикамосятину разной формы, поедание червей, педофилию. Ну и, конечно, последняя новость с каталожеством. Либо латентных маньяков, которые, напомним, ловили лучшие оргазмы в своей никчемной и немытой жизни во время бомбардировок украинских ТЭС. Будет прилетать. Я очень надеюсь, что много, часто, жестко и беспощадно. Удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Вот этим вы, жалкие, собрались на украинскую аудиторию работать. Серьезно? Или, может, еще что-то есть? Да вы спасибо должны ежедневно говорить за то, что заблокированы ваши помойные каналы. Ведь и без того высоченный уровень русофобии вашими стараниями стал бы просто космическим. Украина должна быть либо нейтральной, либо она должна быть исчезнуть вообще. Войти в состав российских ТЭС. Сколько еще пройдет времени, чтобы все это кончилось? Чтобы земля наша очистилась от подонков и убийц? Чтобы не было больше никакой Украины? Или, может, останкинские додики еще не в курсе, что именно они сеют и взращивают ту самую русофобию? А вовсе не какая-то Америка, Бандеровцы или НАДО. Сносить Харьков как Мариуполь, а после Харькова Днепропетровск, а после него Кировоград, а после него Винницу, Хмельницкие и Львов. Впрочем, вполне себе допускаем, что подавляющее большинство ведущих ток-шоу просто тупые. И говорим мы это вовсе не без желания кого-то обидеть. Возьмем ту же блондинку с Первого канала. Дамочка настолько умна и талантлива, что может всерьез поднимать тему мотивации украинских солдат. Мол, ей совершенно непонятно, за что они воюют. Я вам хочу сказать, что большая часть идет на фронт. А мотивация какая, Иван Сергеевич, тогда? Непонятно ей, понимаете? За дома свои, за свою землю, за своих детей. Это для нее, видимо, не аргумент. А вот за что воюет какой-нибудь бурятик, чей дом в 7 тысячах километров от Украины, ей, судя по всему, ясно. Как ясна, видимо, и мотивация вот этих чмонь, которые приперлись под угледар, аж из Приморья. Андрюха спасли. Два дня уже раненый лежит. Экипаж мой самый охуевший тут лежит. Слава России! Это мой танк горит. Сейчас минут через 30 БК начнет ее бой. Ну же жалкая, за что вот эти четверо из подбитого танка два дня на ледяной земле мерзнут? Ну, наверное, на их Владивосток могли бандеровцы напасть? С передовой прямо, прямо из прямых уст. Что здесь творится? Здесь п***ь. Вы бы там, в Останкино, для начала разобрались, за что погибли сотни тысяч людей с российскими паспортами. Причем это не мы придумали. Почитайте вот свеженький текст медийного российского боевика. Идти на штурм больше некому. Кадровые части корпусов закончились давно. Закончились уже и мобилизованные в ЛДНР. А война не закончилась. Вау, вот так сенсация! Оказывается, регулярные войска ДНР и ЛНР уже закончились. То есть пришла Россия и вместе с паспортами раздала местным мужикам дорогу на кладбище. А теперь билетики туда же получили мужики из условного Иркутска. В бой эти предстоит оренбургским, пермским, иркутским и так далее мужикам. Мотив есть не у всех. Причем про Иркутск мы не просто так вспомнили. Мобики оттуда после страшных потерь пополнили число занывших. Обращаются к вам мобилизованные в Иркутской области. Просим посодействовать и разобраться беззаконным и преступными приказами нашего командования. Из нас солдат. Территориальные обороны за один день сформировали штурмовые подразделения. Отправляют штурмовать Авдеевский укрепрайон на убой. До нас уже были обращения солдаты 2-го батальона полка 14-39. На данный момент этот батальон практически полностью уничтожен. Но на федеральных каналах этого, конечно, не показывают. Там, видимо, прислушались к советам Киасаяна. И даже малейшая зрада с фронта пропала с экрана. Например, вопрос цензуры. Давайте все-таки власть определится и скажет, все, циц, всем своим там. Циц. Правила теперь одни. Зато явно добавилось лицемерие и лжи. Причем, чем хуже обстоят дела у путинского рейха, тем циничнее загоняются пропагандисты. Например, мы были в шоке от того, когда топовый, обласканный, той же Скобеевой российский военкор Стешин. От Солидара я смог его рассмотреть как следует. Не осталось практически ничего. Людей там нет мирных. Вдруг барабанная дробь обвинил Украину в уничтожении Солидара и Бахмута. Послушайте вот титана мысли. Я для себя понял тактику Украины. Украина к этим городам не имеет никакого отношения. Они наши по праву созидания. Она решила оставить нам развалины и ненависть. К сожалению, Бахмут ждет, наверное, такая же судьба, как Солидар. Ага, ну то есть если начали признавать, что от Солидара осталась лишь выжженная земля и не людей. Не уцелевших зданий там нет. Ну что ж, прекрасно. Особенно в свете того, как громко вы кричали об освобождении. Мы не воюем с вами. Мы не против вас. Мы вас освободим. Это принуждение к миру власти украинской и освобождение здоровой части украинского народа. Был город, была жизнь, была работа. А теперь, по признанию российских военкоров, нет ничего. Вот так освободили. Но еще раз виноваты в этом якобы вовсе не те, кто обстреливал месяцами жилые дома, а силы обороны Украины, поскольку отказались сдаваться. Она не может их забрать с собой. Она решила оставить нам развалины и ненависть к Украине, да. Это, знаете, уже такая гибельсовщина за гранью добра и зла. По этой логике тот же Чикатило простой добродушный мужчина, чьи потребности своим сопротивлением просто игнорировали проклятые жертвы. Меня, с одной стороны, радовала эта подготовка, что у нас есть снаряды, у нас есть артиллеристы. С другой стороны, я понимаю, что нам это либо восстанавливать, либо разравнивать бульдозер. Вы правы, это наши города, Украина желает оставить нам только разруху. И заметьте, Стешина никто не одергивает, не поправляет, мол, дружище, ну не надо так подставляться. Напротив, на всех федеральных каналах предлагают еще больше жестить. Посмотрите, вот как муженек Скобеева радуется тоскам в районе Углидар. Под Углидар переброшены тяжелые огнеметные системы Солнцепек, так что для ВСУ дело в буквальном смысле скоро запахнет жареным. Он отлично знает, что подобное оружие запрещено международными конвенциями, потому как убивает в том числе и мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Кадры обстрела Углидара тосками все, наверное, видели. А потом они, как Стешин, будут кричать, мол, украинская армия виновата в уничтожении города, при том, что силы обороны как раз жгут эти тоски, как орешки. А еще жгут тюльпаны на том же Углидарском направлении, чем реально спасают жизни мирных жителей. Но в российском Зазеркалье стрелять по городам – это спасение, а убивать тех, кто стреляет по мирным жителям – это фашизм. И скажите после этого, что эта страна не больна. Особенно с тем учетом, что подобного контента пруд пруди на каждом федеральном канале. Мы видим, что спонсоры украинского фашизма чувствуют себя в Киеве как дома, в абсолютной безопасности. А я правда не понимаю, почему время жизни людей на таких должностях, как президент Украины, командующий вооруженными силами Украины, министр иностранных дел Украины, еще кого-то, превышает две недели. Слыхали? Оказывается, военно-политическое руководство Украины не должно жить более двух недель. Западу не должно быть с кем разговаривать на Украине, потому что эти люди должны жить не более двух недель. Ну то есть этот додик всячески призывает уничтожить центр Киева. И так и хочется уточнить, а отдача не замучает? Ведь вы же не иначе, как на прошлой неделе в очередной раз убедились в дырявости вашего ПВО. В разных регионах России упали сразу несколько беспилотников. В Туапсе загорелась нефтебаза, а небо над Санкт-Петербургом закрывали из-за неопознанного летающего объекта. Еще один аппарат упал в Подмосковье в районе Коломны. СМИ сообщают, что объект нашли неподалеку от газокомпрессорной станции. А ведь это были лишь пробные запуски беспилотников и пока в небольшом количестве. И в отличие от вас не по жилым домам, а исключительно по военным и стратегическим объектам. Например, вот так подлетал дрон к гордости российской авиации и самолету дальней радиолокационной разведки. Это был очередной смачный щелбан по носу, ну почти как в Энгельсе. При всем этом пропагандисты, несмотря на целую авоську фактов, еще и умудрялись врать, что никаких доказательств нет. Никаких официальных сообщений белорусская сторона повергла? Не было. Нет ни одного кадра. Ну, конечно, нет. Настолько нет, что чинуши, понимая, что ждет Россию в самом ближайшем будущем, порекомендовали частным компаниям ПВО за свой счет закупать. Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотно-летательными аппаратами, которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты. Тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе. Вторая армия мира, ёпт. Но самое поразительное было даже не в этом. Мы лично были буквально в шоке, когда прочитали, как негодуют пропагандисты от ударов по территории РФ. Мол, как так можно? А нас-то за что? Сегодня пять наших регионов были атакованы беспилотниками. География атаки беспилотников, как видите, масштабная. От южных границ до Центрального федерального округа. У меня куча вопросов. Теперь это наша новая реальность? Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям? Да-да. Типа это ваша новая реальность, россияне. Причем на много лет вперед. А рано или поздно на место беспилотников придут и крылатые ракеты. Ведь вы очень зря думали, что получится бомбить чужое и в то же время не терять свое. Так не бывает. И не будет. И плохо, что вы не осознали этого еще на второй день, когда в ответ на ракетные удары украинские силы обороны разобрали аэропорт Миллерова. А сейчас возможностей намного больше, чем тогда. Ну а в своей новой реальности вы должны винить только себя. Не стоило открывать этот ящик Пандоры. А если уже открыли, то не жалуйтесь. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!